МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неслыханный сюрприз в виде плюсовой температуры, новая категория участников и хорошо знакомые имена в списке победителей. Такими были 21-е гонки на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова. Традиционные гонки с праздничной и деловой программой и развлекательной зоной для зрителей стали брендом Неницкого округа. Благодаря прямой трансляции в сети интернет в атмосферу праздника смогли окунуться жители населенных пунктов округа, а также Архангельска, Москвы, Белгорода и других городов России. О самых интересных фактах на празднике скоростей и соревновательного духа в нашем материале. 21-е гонки на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова начались традиционно. Регистрация, техосмотр, медкомиссия, пробные заезды. Традиционным было и количество участников – 56 человек. За последние годы цифра немногим превышает полусотни желающих. Открыли соревнования женщины. В этом году участниц было 11, что в три раза больше прошлогодней цифры. Борьба за первенство разгорелась между Еленой Стремоусовой, лидером гонки 2016, и многократной чемпионкой Анной Христолюбовой. Гонщица из Лабожского по праву считается лучшей по количеству побед – 10 первых мест за всю любительскую карьеру. В прошлом году Анна Христолюбова не попала даже в тройку победителей и, видимо, попыталась наверстать упущенную победу. Однако Елена Стремоусова сразу же вырвалась вперед и не снижала позиции на протяжении всего заезда. Дважды триумфатор не скрывала эмоций и с удовольствием делилась впечатлениями. «Восхитительно! Это было круто! Ну, как трасса в этом году? В том году ты говорила, что мало тренировалась, буквально за один день приехала. Что в этом году было? А я в этом году дома сидела, каталась каждый день с Нового года, начиная на лыжах, в тренажерку ходила на фитнес, на буране постоянно. Как бы не пересаживалась на импортную технику, потому что я знаю, что мне нужно подготовиться к гонкам. А в этом году трасса воды немеренно просто утонуть можно». Всю тяжесть трассы ощутили на себе и юниоры. Новая категория в соревнованиях. По словам организаторов, это повышает шансы на победу для новичков. Хотя среди участников таковых было немного. Тройка претендентов на победу определилась сразу же. Кирилл Калий, представляющий телевизорку, Владимир Беляев из Макарова и Кирилл Чупров из Красного. Однако все три круга. Первым шел сотрудник ОМВД Кирилл Калий. «Расскажи, как тебе далась победа?» «Не знаю, сел, победил, не готовился. Вчера только с учёбы прилетел». «Расскажи, как вообще готовился? Вчера прилетел и, получается, не тренировался?» «Вчера круг тренировочный проехал. Буран брат приготовил». Результаты заезда ветеранов могли быть пересмотрены. Один из участников срезал маршрут и пошёл по неверному пути. Однако судьи посчитали, неверный маршрут прошли все участники. Следовательно, результаты справедливы. Победителем признан Михаил Дёгтев. «Прошлый год катался туда, тоже второй год катаюсь. Там мне повезло немножко, прокинулся, ничего. А так-то ничего, хорошо. Вот видите, второй раз и такая уже победа. Вы её вырвали, потому что соперники менялись, как я уже говорила. Вообще на снегоходе из какого возраста? Я с 78-го года катаюсь на снегоходе. Ну так ешь, а так-то в каменке всё проводим, там катаемся 11 лет уже». Самыми зрелищными традиционно стали состязания мужчин в свободном классе. Сочетание сложнейшей трассы и скорости никого не оставляет равнодушным. В этой категории тройка фаворитов неизменно на протяжении последних четырёх лет. Андрей Вокуев, Виталий Стремаусов и Валерий Ижимцев. Тем не менее, в гонке 2017 в списке победителей новое имя – Владимир Кудряшов из Тельвиски. На втором месте – Валерий Ижимцев. Замыкает тройку лидеров чемпион прошлого года Андрей Вокуев. Среди мужчин от 18 до 55 лет также небольшие перестановки. Шестую победу в карьере гонщика на снегоходах «Буран» одержал Алексей Попов. Представитель Макарова продолжает традиции отца. Василий Попов, многократный победитель первых гонок, стал чемпионом России в Казани. Дмитрий Ванюта поднялся на строчку выше и занял второе место. Александр Коткин – обладатель двух призовых автомобилей «Нива» в «Шевроле». Наоборот, позицию снизил и стал третьим. Пока болельщики смотрели, как гонщики рассекают волны на трассе, дети забавлялись в игровой зоне. Развлечения в этом году были самые разнообразные. Сегодня на празднике можно прокатиться не только на снегоходной технике, лошадях, оленях, но и на настоящей собачьей упряжке. А катает нас сегодня аляскинский маломут по кличке Марик. На празднике скоростей и драйва маломут Марик был не менее популярен, чем именитые гонщики. В упряжке эти собаки развивают скорость до 40 км в час. Сегодня Марик развлекал гостей один, но от этого энергии в нём только прибавилось. Их, если не заставлять работать, они начинают беситься. То есть для него это нормально? Да, для него это нормально, они специально гонщики. Насколько они выносливы, сколько они могут пробегать или какой груз? По сравнению с хасками, они тяговитые, они тащат груз. В хаске их выпряжку обычно ставят вперёд, чтобы они бежали, они скоростные. Но Марик у нас искал 180 кг спокойно. Гонки на снегоходах стали настоящим брендом Ненецкого округа. Ежегодно на соревнования приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Хороший праздник, хорошая традиция. Хорошо, когда много гостей, очень много гостей уже мы видели, приезжают к нам в город. Видели уже, специально приезжают уже в марте-апреле, стараются приехать к нам в город, чтобы посмотреть именно на эти выступления, на наши буранные гонки. Ни одни гонки не обходятся без концертной программы. Ритмичные и заводные танцы – неотъемлемая часть народных городских праздников. После гонок зрители не расходятся. Впереди ещё один сюрприз – награждение победителей. Ежегодно лучшие гонщики уезжали домой на снегоходах, а чемпионы – даже на автомобилях. В этом году в качестве главных призов – денежные сертификаты. Тройка победителей в женской гонке получила сертификаты на сумму 50, 75 и 100 тысяч рублей соответственно. Ну что, где же ваши горные аплодисветы? Аналогичные призы получили победители и призёры среди юниоров и ветеранов. Победители в свободном классе и в гонке на снегоходах «Буран» получили 250, 200 и 150 тысяч рублей соответственно. Традиционно расходы на закупку призов и организацию праздника взяли на себя спонсоры. Благодаря недропользователям и большой работе организаторов, традиция, которая берёт начало в 1996 году, продолжает жить. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Социально-экономическое развитие Ниницкого округа вновь поддержит нефтяники. Подписи под соответствующими документами поставили губернатор Ниницкого округа Игорь Кошин, генеральный директор «Востокнау» Владимир Сарычев и руководитель геотек-сейсморазведка Юрий Гильц. Подписание соглашений состоялось во время гонок на снегоходах. В 2017 году компания «Востокнау» в рамках подписываемого сегодня соглашения намерена оказать помощь в оснащении средней школы номер 5 города Новий Марок. По словам Владимира Сарычева, генерального директора «Востокнау», с этого момента для компании начинается Новый год, год продолжения сотрудничества и новых совместных проектов. Игорь Кошин, в свою очередь, отметил, что подписание соглашений с недропользователями – это гарантия того, что компания пришла в округ с серьёзными намерениями и готова разделять с округом ответственность за качество жизни северян. Вы знаете, очень здорово, что мы в день проведения традиционных наших соревнований имеем возможность подписать соглашения с компаниями, работающими на нашей территории. И очень важно, что те задачи, которые перед собой ставят компании, не только увеличение инвестиций, не только увеличение добычи, увеличение объемов работ, но и качественные изменения жизни на той территории, на которой они работают. И очень здорово, что компании, недропользователи очень бережно относятся к населению нашей территории. У нас сложились очень добрые, конструктивные отношения, которые помогают развивать Нинецкий автономный округ. Ещё одно соглашение о взаимодействии в области социально-экономического развития региона было подписано с Геотек «Сейсморазведка». Документ, в частности, предусматривает приоритетный порядок трудоустройства жителей Нинецкого округа, создание образовательных программ по востребованным специальностям, оказание содействия студентам при прохождении производственной практики. Округ является для нас стратегическим. Мы здесь традиционно представлены достаточно серьёзно, работаем со всеми компаниями. На сегодняшний момент у нас тут два проекта, в котором занято порядка 400 человек. Большинство из них – это жители непосредственно округа. Уверенность в продолжении взаимодействия в области социально-экономического развития региона высказала и вице-президент Лукоила, генеральный директор Лукоил-Коми Александр Лейфрид. В прошлом году компания выделила региону на эти цели свыше 400 миллионов рублей. Параметры нового соглашения станут известны чуть позже. Особое внимание компания традиционно уделяет в предоустройство местных жителей. Это главная цель – задействовать местное население максимально, так сказать, на производственных объектах. Как предприятия Лукоил-Коми, так и сервисных предприятий, которые с нами работают. Техническую базу нужно укреплять, нужно усилить в этом плане работы, определять, какие профессии более необходимы. Потенциал есть, в том числе и у нас. Я вчера называл цифру, у нас работает более тысячи человек, именно Лукоил-Коми, половина только мясного населения. Поэтому еще половину мы можем, так сказать, принимать. Поэтому договорились разрабатывать в ближайшее время совместную программу по направлению технической, организационной, по обучениям, по программам самих обучений. Ну и улучшается работа, и как можно больше задействовать жителей, которые проживают в Нинске. Сотрудничество округа с Лукоил-Коми ощущается прежде всего в социальной сфере, в поддержке бюджетных учреждений и коренных жителей Севера. Ежегодно компания оказывает помощь в организации гонок на снегоходах. Доходы от Харьягинского соглашения о разделе продукции, проекты, которые являются одним из источников пополнения бюджета округа, увеличатся. Об этом в интервью местным СМИ сообщил новый генеральный директор зарубежнефтедобыча Харьяга Олег Акимов. В сравнении с прошлым годом это будет небольшой, но ощутимый прирост. В 2014 году округ получил от Харьяги порядка 7 миллиардов рублей, в 2015 – 6 миллиардов. Кратное снижение отчислений зафиксировано в прошлом году. Округ получил лишь около 2 миллиардов рублей. В этом году сумма перечислений будет чуть больше 2 миллиардов. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить стабильную добычу с нашего актива и, соответственно, работаем очень плотно над сокращением затрат для того, чтобы государству и округу обеспечить максимальное пополнение бюджета. Харьягинское СРП – это один из трех действующих в России проектов, реализуемых на основе соглашения о разделе продукции. Оно вступило в силу в январе 1999 года. Сторонами соглашения являются государство в лице Министерства энергетики Российской Федерации и Администрации Ниницкого автономного округа, а также частные инвесторы. Каждый год коммунальщики сталкиваются с одной и той же проблемой. Весной она заключается в уборке снега и его вывозе за пределы города. И если центральные дороги чистят хорошо, то во дворы бывает попросту невозможно заехать. Недовольны жители тем, что снежные завалы месяцами не вывозятся с обочин. С одной из таких проблем в редакцию нашего телеканала обратился житель поселка Мирный. Теплая погода все больше напоминает о начале весны. На дорогах появляются лужи, а на обочинах снежные сугробы. Встречаются они как в частном секторе, так и в центре города. Где-то белоснежные, а где-то в перемешку с песком. Да только радости у местных жителей не вызывают ни те, ни другие. Снег со временем начнет таять и превратится в грязную кашу, по которой нельзя будет ни пройти, ни проехать. Обеспокоены этой проблемой в том числе и жители поселка Мирный. За всю зиму снег ни разу не вывозился. И, соответственно, снег тает сейчас. Вот сегодня буквально утром только трактор прочистил, а так была дорога практически непроездная. А для пешеходов, тем более, было не пройти. Дорогу прочищают, дорогу прочищают, к этому вопросов нет. Но снег не вывозится, и, соответственно, сейчас весна даст свою воду, так скажем. Дороги чистят, а снег, складируемый вдоль дороги или у заборов частных домов, своевременно не вывозится. У коммунальщиков не хватает на это техники, а у местных жителей – терпение. Проблема действительно есть. Это в первую очередь касается частного сектора, потому что большинство территорий частного сектора – это проезды. То есть дороги той категории, которую, к сожалению, в эксплуатирующей организации руки доходят в последнюю очередь, потому что в первую очередь необходимо обеспечить нормативное состояние дорожной сети. И те объемы снега, которые были собраны и складированы на территории, создают проблемы для жителей. Они будут в любом случае вывезены. В настоящий момент работы на этой неделе по вывозу начались. Снег, который трактора сгребают в куче, необходимо вывозить на свалку. По словам Виталия Кожевина, с учетом того расстояния, на которое снег необходимо доставлять и количество единиц спецтехники, для учреждения это нереально. У нас территория от города от Наримар-Вилледжа до Кармановки. Она подлежит очистке в большей части улиц ежедневно. Здесь мы каждый раз просим жителей понять, немного потерпеть, как бы это ни звучало, но сил и средств хватит, чтобы все убрать. Но временные трудности, с учетом погоды, каждый год, каждую зиму нас заставляют тоже немного нервничать. По всем интересующим вас вопросам относительно уборки снега, можно обратиться по телефону единой диспетчерской службы 8 911 652 35 56. Диспетчер примет ваше обращение или перенаправит вас в управляющую компанию. В том случае, если интересующая вас территория не подведомственно чистому городу. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Учиться никогда не поздно. Главы муниципалитетов съехались в столицу НАУ за новыми знаниями. Задать актуальные вопросы и получить ответы на них. В Наримаре стартовал недельный семинар глав муниципальных образований. В течение недели они встретятся с представителями различных ведомств и обсудят широкий круг вопросов. Завершится учебно-консультационный семинар высшим советом при губернаторе. Открытие семинара началось с приветствия руководителя департамента региональной политики Виктора Ильина. Он рассказал о последних кадровых изменениях в органах исполнительной власти округа. Затем главы задали вопросы сотрудникам МЧС России. Первый вопрос – полномочия по охране водных объектов. Права составлять протоколы и выписывать штрафы у глав нет. А наказывать правонарушителей они обязаны. Практически в каждом поселении есть рыбаки, которые, несмотря на запреты, выходят на лед. Сотрудники МЧС пообещали подробнее изучить законодательство в этой сфере и совместно с главами выработать решение. В рамках недельного семинара глав муниципальных образований Неницкого округа губернатор Игорь Кошин и сенатор от Неницкого округа Вадим Тюльпанов вручили почетные грамоты Совета Федерации. В этом году высокой наградой удостоены не только главы сельских поселений, но и представители средств массовой информации и сельского хозяйства округа. Грамоту за многолетний добросовестный труд, большой вклад в укрепление местного самоуправления, подписанную председателем Верхней палаты Валентиной Матвиенко, вручили главе Карского сельсовета Евгении Амеличкиной, главе Молоземельского сельсовета Михаилу Талееву, а также главе Канинского сельского совета Галине Варницыной. Эта высокая награда стала результатом нашей командной работы. Я хочу поблагодарить всех своих специалистов администрации муниципального образования, которые не жалеют своих сил, не жалеют своего свободного времени и помогают вместе созидать, вместе делать добро и вместе работать на благо наших жителей. За большой вклад в развитие журналистики и средств массовой информации в Ниницком округе благодарность председателя Совета Федерации объявили и руководителю печатных СМИ Ольге Ильиной. А за развитие сельского хозяйства и за продовольственную безопасность региона отметили Анатолия Чудочина, руководителя Ниницкой агропромышленной компании. Руководители предприятий несут ответственность за свои предприятия, за людей, работающих там. И вы знаете, очень важно, что в этой ежедневной, каждодневной суете, в наших текущих делах есть возможность награждать и отмечать людей, делающих свое дело с очень трепетным отношением. Похоже, как две капли воды. Небывалое количество одинаковых людей собралось в телевизке. Чем отличаются близнецы и двойняшки, разбиралась Любовь Термякова. 20 марта во всем мире отмечается Международный день счастья. Этот праздник учредила Генеральная ассамблея ООН, чтобы поддержать идею о том, что мечта о счастье является общей для всех жителей земного шара, и все имеют одинаковое право на счастье. Но есть среди нас и обладатели двойного счастья. Это родители двойняшек и тройняшек, ну и сами близнецы, в жизни которых из-за похожести много радостных и курьезных моментов. Любовь Пермякова продолжит. Получаем знания, как они хорошо готовятся у нас по урокам, без учебников, без учебников. В девятом классе второй школы идет урок информатики. За третьей партой сидят, как две капли воды, похожие девчонки. Это сестры Вероника и Анжелика Зотовы. В этой школе двойняшки обучаются с седьмого класса. Но даже за три года к такому сходству до сих пор не могут привыкнуть учителя и одноклассники. До сих пор постоянно учителя путают. Например, Вероника к доске выходит, Вероника говорит, нет, нет, Анжелика. И все в этом духе, и все время, кто же из вас кто, до сих пор не могут привыкнуть к тому. Девчонки добрые, веселые, хорошие. А путал их сначала? Да, долго путал. Как научился развлечать? А мне сказали то, что просто наугад говори, и что-то так привык. То есть попадаешь? Да. И только самые близкие знают, несмотря на внешние сходства, различия все-таки есть. Лично я их вообще никогда не путала. Ну как-то, по-моему, они совершенно разные. Но для кого-то они одинаковые. А по характеру они? По характеру они совершенно разные. Анжелика, она более такая мягкая, добрая. Ну, Вероника тоже добрая, но она более такая бойкая, может быть. Ну вот как, мне кажется, что они одно целое. Я вообще не представляю наших Веронику и Анжелику по отдельности. Они вот один общий организм, который всегда вместе. И все делают вместе. И, ну, это круто. Сестренки Зотовы действительно делают все вместе. Ходят в школу, на секции, танцевальные занятия. И если даже ненадолго расстаются, то какая-то невидимая связь все равно остается. К примеру, вот когда мы уезжали, ну, я в Архангельск по, ну, лечиться. Вот у меня что-то было. И Анжелика здесь, наверное, осталась. Вот мне очень плохо, плохо, плохо было. Я плакала. Анжелика тоже заплакала. Я не знаю, как объяснить, но все время приятно, когда рядом кто-то ходит, понимает тебя. Есть кому-то выговорить. Они, как никто другой, знают, как важно, когда тебя любят и понимают. Ведь у девчонок непростая судьба. Они рано остались без родителей, попали в интернат. И волей случая все-таки смогли обрести семью. У нас в семье получилось так, что Господь Бог мне дал троих сыновей. Девочку мы так и не дождались. И решили, чтобы нам долго не мучиться. Мы пошли и взяли девчонок из интерната. Сначала мы взяли одну, ей было скучно. И мы решили, что надо исходить за сестренкой. Вместо сестренки у нас получилось двойное счастье. Если муж был в командировке, я ему позвонила, сказала, что у нас, говорю, двойня. Я очень счастлива. Я очень счастлива. Действительно, не то, что там даже мальчишки, это счастье хорошо. Но когда я еще пополнила три на три, и оно гармонию сыграло, это стало вообще все замечательно. Приемная мама Анжелики и Вероники Зотовых признается, что теперь не представляет жизни без дочерей, которые уже стали для нее родными. Свои необычные истории и обретение двойного счастья семья поделилась на праздники двойняшек и близнецов, который проходил в Тельвиске. Там под одной крышей социально-культурного центра «Престиж» собрались еще 26 одинаковых пар из Наринмары, Наринносах, Ангурея, Красного, Месси и других сельских поселений. И у каждого из них своя счастливая история. Я расплакалась от радости. Даже врач сначала подумала, что как бы, ну, ну, я сказала, что это от радости. Потому что муж вообще скакал и прыгал до потолка, и бабушка с дедушкой были рядом. Все узнали, все очень обрадовались. Очень были такие чувства. Ну, потому что очень долго хотели девочку. Вот тут, оказывается, две получилось. Я вышла из УЗИ, вся заплаканная, не могла сказать слов. Я только показывала сестре вот так вот. Она такая, что случилось, что-то у тебя плохое. Я такая, нет, все хорошо, просто будет двое. Сначала нам не сказали, сказали, что один, а потом сказали, что два. Поэтому шок был для всех. Но с приятным шоком семья Захаровых быстро справилась. Сейчас близнецам Владиславу и Сергею чуть больше года. По словам мамы Дарьи, они делают все одновременно. Кушают, спят и даже зевают. А так нас даже в родильном отделении перепутали. Да? Да. И Сережу мы покормили два раза. А Слава не ел. Вовремя заметили. Мы недавно к окулисту ходили на прием. Я зашла сначала с одним, потом вышла, зашла со вторым. Мне окулист спрашивают, что вы что-то забыли? Я говорю, нет, я второго принесла. Тянутся они друг к другу, да? Да, 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 они друг без друга вообще не могут. Не могут друг без друга и сестры Евдокия Жургур и Любовь Чурсанова. В жизни близняшек было много интересных историй. В молодости так попутал. А, ну да, был кавалер. Я улетела в Шойну работать киномехаником. У меня профессия киномеханик. Ну и все, я улетела. А ребята со служитства подошли, говорят, да твоя не улетела. Она внеси. Он говорит, да не может быть. И пошел, пришел и стучит в окошечко. А выходит Люба. А я с Любой пошел гулять. Ну просто мы пошли гулять и объясниться, что я не Евдокия, я Любовь. Поверь мне, пожалуйста, я тебя не обманываю. Кроме увлекательных историй, обладатели двойного счастья поделились и опытом воспитания сразу двух детей. Самые талантливые близнецы приготовили для зрителей творческие номера. Место встречи для одинаковых людей выбрали не случайно. Начиная с 70-х годов, село Тельвиска держит статус самого плодовитого села по количеству рожденных, двойняшек и близнецов. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.